В продолжение темы певцов режима. Сюжет о группе Любе и ее лидере Расторгуеве. Вот уж точно, кому война, кому мать родная. Доходы батяне комбата в 22-23 годах выросли многократно, причем выросли за счет господрядов, то есть ваших денег с бюджета. Как обогащается на крови и прославление режима, певец-пропагандист Расторгуев. Показываем. Заработать на войне. Есть в путинской России люди, которые уже озолотились на имперской войне против украинского народа. Они в известном смысле принадлежат к правящему классу. Не первым рядом, скорее к такому служивающему персоналу правящего класса, но все же. То есть, очевидно, они для них свои. А для своих, ну, в принципе, не жалко и денег подкинуть. Это, конечно, не о российских мобиках-добровольцах, которым Кремль сулит сотни тысяч рублей за риск стать убийцей или быть убитым. Это о тех, кто наживаются на войне, не приближаясь к линии фронта, но чьи гонорары десятки миллионов рублей. Это о пропагандистской группе Любе и ее солисти Николай Расторгуеве. Не каждый из нас имеет дар говорить о любви. Мало увидеть, как листок оторвался от венки. Надо, чтобы он лег тебя в душу. И даже если наша дорога оказалась такой непростой. Российское издание Агентства новости подсчитало, что именно война принесла кремлевским. Горлодранцам небывалые заработки на госзаказах. Группа Любе в этом даже переплюнула новый голос войны певца-шамана. Группа Любе после 24 февраля 2022 года заработала на господрядах 57 миллионов 600 тысяч рублей, что на 30 процентов больше, чем за предыдущие 8 лет. С момента аннексии Крыма группа активно поддерживала имперскую политику Кремля. И за это щедро осыпалась приглашениями на Дни городов, профессиональные праздники и на откровенно пропагандистские шабаши, вроде празднования аннексии Крыма в Лужниках. За нами Россия! За нами Москва! За президента! За мир! Конечно же, все выступления любимой группы Путина Кремль и региональные власти оплачивали. Заработали музыканты немало. Каждый год, помимо своих концертов, им перепадало из бюджетной кормушки от 3 до 7 миллионов рублей. В 2021 году Любе заработала даже 14 миллионов, но побил все рекорды по заработкам пропагандистов. Черный для всего цивилизованного мира 2022 год. В прошлом году группа отпела за бюджетные деньги на 39 миллионов рублей. Сам гонорар за одно выступление Любе после 24 февраля вырос в два раза. Если в 2021 году с одного договора группа получала в среднем по 2 миллиона 400 тысяч рублей, то после начала войны эта цифра выросла почти до 5 миллионов рублей. Добавляет заработков всем лояльным Путину, музыкантам, и массовая миграция из России артистов с антивоенной позицией. Из-за бред концертов все, кто остался в стране-агрессоре, но не согласен с политикой Кремля. Все основные артисты, такие по-настоящему популярные, Пугачевы, Земфиры, Макаревич, Гребенщиков, всякие там Би-2, рэперы, Оксимироны, Нойзи МС и так далее. В общем, все те, кто собирал большие залы и получал большие гонорары в последнее довоенное время, они практически все или эмигрировали, или находятся под запретом России. Как-то, скажем, Юрий Шевчук и ДДТ, освободившаяся поляна достается мародерам. Так что кремлевской группе Любе разгуляться есть где. Власть открывает им все двери и не устает выписывать награды. И есть за что. Музыканты давно выслуживались перед Путиным. Он очень обоятный, умный, честный. Расторгуев и его группа поддержали аннексию Крыма и публичными выступлениями и творчеством. В 2019 году Любе представила видеоклип на песню «По мосту», который сняли на самой значимой стройке Путина на транспортном переходе через Керченский пролив. Сам Расторгуев не гнушался мерзких высказываний об украинцах. И почему у них не достаёт мозгов это понять? Вот это я не могу вырубиться. Они что, тупые, что ли? С началом полномасштабной войны песни Любе о солдатах, о патриотизме стали ещё усиленнее эксплуатироваться пропагандой. Исполнители, они просто создают настроение. То есть они напрямую не пропагандируют или пропагандируют, но всё-таки не это является для них главным направлением. Они создают настроение, настроение такого патриотического подъёма, все вместе. Я думаю, что Любе в этом плане и такие, как данная группа исполнителей, они в первую очередь должны показать всем другим представителям российской эстрады. Ну смотрите, если вы хорошие ребята, если вы дружите с властью, значит, у вас будет всё, у вас будет много денег. А если вы плохие, ну плохие, естественно, в кавычках, с властью не дружите, ну вы тогда покинете страну, наверное, у вас с доходами будет не всё хорошо. В итоге за поддержку войны и тесные связи с путинским режимом Европейский Союз и Канада ввели против Николая Расторгуева персональные санкции. А потому зарабатывать ему и остаётся разве что на пропагандистских концертах и прославлении Путина. И не за идею, конечно, а за десятки бюджетных миллионов рублей.